Уважаемые коллеги, добро пожаловать на нашу вторую лекцию по гистотехнике. И сегодня мы с вами должны рассмотреть микротомию парафиновых блоков. Подробнее нужно будет остановиться на проводке блока и заключении ее в парафин, на различных типах микротомов и на подготовке стекол для хорошей адгезии. Также мы должны будем поговорить о наиболее часто встречающихся проблемах при резке таких блоков и, соответственно, проблемах, которые могли быть допущены на более ранних этапах, таких как проводка, фиксация и так далее. Собственно говоря, почему парафиновый метод так широко до сих пор применяется? Во-первых, у него есть несколько абсолютно серьезных достоинств. Первое – это рутинное изготовление срезов самых ходовых толщин, то есть где-то от 3 до 15 микрометров. Наиболее часто используются 7 и 12 микрометров, в зависимости от того, с какой тканью вы работаете. Но, в принципе, можно делать и тонкие срезы менее 5 микрометров, и толстые срезы в районе 15 микрометров еще, в принципе, тоже возможно сделать. Кроме того, в случае использования парафинного метода достаточно хорошая сохранность ткани и хорошая микроструктура ткани, то есть, в принципе, достаточно хорошо отработанный метод может позволить вам увидеть ткань с очень небольшим количеством артефактов. Ну и немаловажно, что данный метод имеет очень долгую историю использования как в медицинской диагностике, так и в научных исследованиях. В чем заключается этот метод? Для облегчения резки блоков используется пропитка вашей ткани через переходные срезы парафином. И парафин подбирается за счет различных добавок, воска и других пластификаторов, например. Подбирается таким образом, чтобы твердость парафина была схожа с твердостью объекта после фиксации. И тогда, естественно, если и объект, и парафин имеют примерно одну и ту же твердость, то в данном случае резка будет проходить очень плавно. Не будет мест, которые бы отслаивались при такой резке, например. Ну и, конечно же, есть целый ряд недостатков у парафинного метода, в связи с чем существуют другие методы проведения ткани, ну и, соответственно, резки. Ну и, прежде всего, к недостаткам парафинного метода можно отнести селективную экстракцию отдельных групп веществ. Ну, понятно, что липиды при проводке через спирт будут утеряны, так же, как будут утеряны многие водорастворимые метаболиты. В принципе, если есть какие-то небольшие пептиды, которые не удалось перефиксировать, они также будут утеряны. Ну и, соответственно, некоторые другие классы веществ также мы можем при такой проводке потерять. Кроме того, к недостаткам парафинного метода стоит отнести то, что мы можем использовать только очень хорошо фиксированный материал, то есть мы не можем работать с этим методом, с нефиксированным материалом. Время обработки также значительно. Есть экспресс-методы, которые уменьшают его до 8 или до 10 часов от фиксации, включая фиксацию небольшого очень участка, там 2 на 2, скажем, миллиметра какой-то биопсии до получения препаратов, пригодных для окраски. Но стандартно это сутки или для больших участков больше. В некоторых случаях, если мы говорим о целых органах, например, о целом мозге или полушарии мозга, такая проводка может занимать до нескольких месяцев. Еще один недостаток – это, несомненно, снижение иммуногенности ткани. Так как мы используем фиксацию, то использование, например, того же самого параформальдегида, формалина, будет уменьшать количество доступных сайтов связывания для антитела. Плюс белки, сшитые таким образом, могут затруднять проникновение антитела к эпитопам. Ну и, соответственно, таким образом гораздо сложнее на препаратах после проводки через парафиновый метод получить хорошее качественное окрашивание при использовании иммуногистохимии и иммунофлюресценции. Нет возможности изготовления толстых срезов, то есть при попытке изготавливать срезы толще, скажем, 30 микрометров, срезы просто будут крошиться и с ними будет очень сложно работать. Ну и последнее, как мы уже отметили в описании самого метода. Образцы должны иметь твердость, сходную с парафином. Не всегда можем подобрать парафин такой же твердости, как наш образец. Ну а в этом случае место между нашим парафином и образцом будет представлять собой некую царапину, некоторое отслаивание. Ну и, соответственно, в таком случае изготовление качественных срезов будет невозможно. Конечно, парафиновый метод – это один из группы методов и есть заливки в другие среды. Ну, если говорить исторически, конечно, нитроцеллюлоза, цилоидин – один из первых компонентов, используемых для получения тонких срезов пластиковых. Но этот метод сопряжен с целым рядом проблем. Например, блоки, полученные таким образом, удобнее всего резать только на санном микротоме. Более того, нож нужно ставить под углом. Плюс блок специальным образом смачивать. Ну и много других недостатков. Тем не менее, цилоидин до сих пор встречается в некоторых работах, использующихся для визуализации срезов мозга. Ну, естественно, появились новые варианты. LR-White – водорастворимый, который можно даже после изготовления срезов не вымывать из получившегося среза. Метилметокоррелаты, техновид, эпоксидные смолы. Ну и целый ряд, на самом деле, вот таких сред. Для чего они могут вам пригодиться? Во-первых, использование многих из этих сред вместо парафина может позволить вам решить проблему с толщиной среза. И получить срез толщиной, скажем, 1-2 микрона. Почему такие срезы могут быть нужны? В некоторых случаях нам желательно получить срез толщиной в одну клетку или меньше. Ну и, соответственно, зная размер клетки, понятно, что 1-2 микрона практически все клетки у нас будут лежать в один слой или меньше. Кроме того, если мы режем какую-то ткань с очень большой разницей по плотности. Ну, к примеру, мы взяли недекальцифицированную ткань. По какой-то причине нам необходимо резать именно такую ткань. Например, мы хотим посмотреть процесс восстановления, регенерации костной ткани или посмотреть на место между протезом, который был добавлен в кость, самой кости. Либо, ну тут можно придумать достаточно много таких задач. И тогда, конечно, использование очень твердых заливочных сред здесь имеет определенные преимущества. Ну, понятно, что чем тверже среда, тем больше ограничений у нас по максимальной толщине среза. То есть, например, тот же самый целый дин, нарезать больше, скажем, 5-8 микрон очень сложно. Будут очень плохие срезы, но зато можно резать тонкие. Опять же, на данной лекции мы с вами остановимся в основном на парафиновом методе. Ну и давайте еще раз вернемся к схеме, которая будет показывать нам все этапы проводки образца для заготовления таких срезов с заключенного в парафин блока. Фиксацию мы с вами рассмотрели на предыдущей лекции. После этого у нас должна быть дегидратация. Мы с вами должны убрать из образца максимально воду. Ну и понятно, что если мы дегидратацию делаем, например, с использованием спиртов, они, к сожалению, напрямую не смешиваются с исключением изопропилового спирта, причем нагретого, с воском. И тогда нам нужно, если мы не используем изопропиловый спирт, какую-то переходную среду. Ксилол, например, хлороформ или что-то другое, что смешивается с воском хорошо и может пропитать ткань после спирта. Дальше у нас пойдет заливка. Это то, о чем мы поговорим с вами как раз сегодня более подробно. И микротопия ткани. После этого мы с вами после микротомии получаем срез в парафине на стекле. И, естественно, если мы хотим его дальше обрабатывать, нам нужно как минимум убрать с вами парафин. То есть, если мы не хотим полную регидратацию делать, то хотя бы ксилол и первый спирт нам будет необходим. Ну, а если мы будем использовать водорастворимые краски или иммуногистохимиумнофлюресценцию, нам придется пойти и дальше до перевода среза опять в водную среду. Ну, и давайте посмотрим, каким образом заключение в среду, первый этап, который мы сегодня должны будем рассмотреть, происходит с использованием различных подручных средств. Ну, понятно, что сейчас, конечно, чистый парафин мало кто использует. Опять же, если кто-то работал с гистологией, то понятно, что парафин использует смеси с воском, его нужно долго мять, чтобы изменить его микроскетологическую структуру, чтобы не образовывались большие кристаллы и при этом не повреждалась ткань. Ну, и это такая работа, в общем-то, достаточно длительная и затратная. Поэтому сейчас чаще всего покупают уже готовые смеси, в зависимости от производителей, они называются по-разному. Ну, например, парапласт. Это вот такие гранулы, где очистенный парафин смешан с какими-то пластификаторами, судя по всему, получаемые из нефти. За счет этого выравнивается между сериями точная температура плавления, точно известно, насколько у него большая или маленькая мягкость. Ну, и есть несколько вариантов того же самого парапласта, различающегося по твердости. Заливать и пропитывать лучше в той же самой среде, в которой вы дальше будете заключать ваш блок. И для заключения блока существуют различные способы его крепления. Ну, и первый способ, наиболее подходящий для медицины, для диагностики, это использование вот таких вот кассет. На самом деле, проводка очень часто в медицине проводится в пластиковых кассетах. И спинка от этой кассеты дальше используется в качестве держателя для блока, залитого в парафин. И для этого существуют вот такие разнообразные ванночки. Чаще всего стальные многоразовые, либо есть вот такие пластиковые ванночки, на которые просто перевернутая кассета кладется. В ванночку кладется сюда блок, с которым вы работаете, в зависимости от его размера и размера стекла, на который вы собираетесь дальше резать. И накрывается сверху вот этой вот спинкой от кассеты. После чего вы заливаете вначале ваш блок парафином, потом кладете эту кассету и доливаете парафин так, чтобы он был, немножко заполнял эту кассету. Когда парафин застывает, его емкость немножечко уменьшается, его объем. В кассете образуется небольшая вот такая вот выемка, которая здесь остается. Но вот этой емкости кассеты хватает, чтобы парафин все-таки остался и полностью покрывал ваш срез. Если вам нужно иметь возможность потом переориентировать образец, потому что держатели для кассет, для микротомов редко позволяют изменить ориентацию образца, можно использовать так называемые кольца аннели. Они похожи на спинки кассет по своим размерам, такие пластиковые, на самом деле многоразовые. И точно так же их можно положить потом в вот такие формочки. Как видите, у кольца есть отверстие, то есть заливать можно прямо его через уже установленное кольцо. И после охлаждения вы получаете в таком кольце аннели, если его перевернуть, ваш блок наверху. Ну и соответственно здесь вот то, что вы заливаете парафина, больше чем нужно, он здесь остается. Традиционно, опять же, чаще, конечно, все-таки уже в исследовательских лабораториях, в медицине такого, редко применяют, если у вас какие-то нестандартные блоки, их как-то нужно переориентировать, например. Используются обычно деревянные бруски, которые пропитываются парафином, и на которые вы можете точно так же, используя, например, бумажные одноразовые или многоразовые силиконовые коробочки, залить ваш блок с ориентацией, которую вы хотите сделать. Понятно, что такой блок должен зажиматься в специальных тисках уже на микротоме, но это позволяет зато его очень хорошо переориентировать. Если вам нужно сделать какую-то плоскость срезанную, например, неровную, это тоже можно сделать, в отличие от вот таких вот кассет или колец аннеля. Для самой заливки сейчас чаще всего используют уже станции заливочные. Ну и пример такой станции, одной из многочисленных, на самом деле, можно говорить вот о такой станции от фирмы Лейка. Что в ней есть? Во-первых, емкость для парафина, где он находится при необходимой температуре, температура задается очень точно в расправленном состоянии. Теперь вот эта часть станции, она нагревается до температуры, выше температуры плавления парафина, и поэтому здесь ваш блок или ваша вот эта металлическая ванночка будет оставаться с температурой, которая предотвращает застывание парафина. Вот эта маленькая вставочка металлическая здесь, она напротив имеет температуру порядка плюс 4 градусов, и позволяет достаточно быстро заставить ваш блок застывать. И это очень удобно для правильной ориентации блок. Таким образом, вы можете, поставив ванночку с препаратом вот сюда, сориентировать этот препарат. Вот этот рычажок позволяет при нажатии дозировать парафин, то есть, соответственно, он тогда у вас сюда нальется. И после этого, придерживая пинцетом блок в необходимой ориентации, можно переместить эту ванночку на вот эту холодную часть станции. За счет чего сразу же ваш блок уже, условно говоря, приклеится к дну этой ванночки, к будущей поверхности блока, который будет как раз использоваться для среза. И вы можете переместить эту ванночку теперь вот на такую холодную пластинку. Чаще всего она еще бывает с специальным таким пластиковым закрывающимся колпаком, чтобы уменьшить количество воды, конденсирующейся на этой станции. И здесь при плюс 4 градусах происходит достаточно быстрое охлаждение блока. Почему это важно? Если охлаждать его медленно, то чаще всего парафин, как бы он хорошо не был приготовлен, все равно формирует микрокристаллы, которые могут повреждать ткань. При быстром охлаждении чаще всего такой неприятности у нас уже не происходит. Ну и, соответственно, оказывается более-менее приличное качество наших блоков. Какие еще важные части есть у этой станции? Вот эти вот лючки, места, это где вы храните ваши подогретые кассеты и ваши подогретые же заливочные формы. Вот эти блоки металлические очень удобны для хранения в них металлических пинцетов, так как они оказываются тоже нагреты до той же самой температуры, что позволяет вам работать с парафином, не опасаясь того, что парафин начнет застывать на ваших пинцетах, скажем, иголках или других инструментах. Очень часто в комплекте к такой станции идет еще подогреваемый пинцет отдельно, который удобен тем, что он не нагревается так сильно руками, его брать очень удобно, у него нагреваются только кончики. Более того, можно задать точную температуру этих кончиков. Ну и как выглядит после заливки в такой станции блок, можно посмотреть на этой картинке. Здесь как раз используется спинка от кассеты, в которой ткань проводилась перед заливкой в парафин, просто она перевернута наоборот. Была использована металлическая кассета, и форма, как видите, здесь с закругленными уголками, что очень сильно облегчает дальнейшее микротомирование. В принципе, иногда еще один уголок можно, скажем, срезать для того, чтобы точно знать ориентацию блока, если вам это необходимо. Каким образом все-таки не потерять все ваши образцы при проводке в кассетах? Ну, во-первых, кассеты есть разным размером вот таких вот отверстий. Во-вторых, в кассету можно класть губочки специально, причем некоторые из губочек можно использовать потом и для микротомии. Они, скажем, сделаны из бумаги, достаточно легко потом режутся. Ну и последнее, что еще можно сделать для вас какие-то мелкие образцы, которые вы хотите не потерять при проводке, можно использовать различные среды, например, агар, желатин или, как ни странно, плавленый сыр, в который вы можете поместить маленькие ваши кусочки ткани, и за счет этого при проводке они из этой кассеты уже никуда не денутся, и, соответственно, таким блоком удобнее управляться. Что важно? При использовании кассет вы ограничены всего лишь одним положением вашего блока в микротоме. Поэтому вам нужно заранее точно решить, как вы блок сориентируете. Про ориентацию мы сейчас поговорим на следующих двух слайдах. Это важно. Ну, самое главное, что в кассетах мы ограничены возможности переориентации нашего блока. В случае коллекционели, они заливаются обычно в такой пластиковый квадратик, и, соответственно, этот квадратик можно поворачивать, и, как минимум, блок вы можете перевернуть на 90, 180 или 270 градусов. Но, опять же, все-таки ориентация по одной из сторон все равно достаточно важна. Давайте посмотрим, почему ориентация так нам необходима. Ну, прежде всего, в гистологии мы часто работаем со структурами, которые, например, являются структурами трубчатыми. И посмотрите из классической работы Бэнкрофта, его теории практики гистологической техники, рекомендуемая литература, в зависимости от того, как войдет проскость среза, мы можем получить совершенно разное представление о данном органе. Если мы сделаем наиболее правильную кросс-секцию, вот такую, то она нам даст наиболее репрезентативное представление о нашем исходном объекте. С другой стороны, если она будет, скажем, под каким-то косым углом, это будет уже не очень хорошо. Если мы срежем только какую-то часть изгиба, тоже не репрезентативно. Если мы перережем вот в таком виде, опять же, не репрезентативно здесь, понятно. Мы тоже не можем сказать. Вот такой вариант среза, в принципе, тоже может быть полезен. Репрезентативно, как минимум, у нас вот эти две части окажутся. Ну и, опять же, вот эти варианты нам не очень сильно подходят. Даже если мы работаем с какой-то плоской структурой, например, с эпителем, который упорядочен, если у нас эпителем выровнен ровно, то на срезе, предположим, у нас вот такие клетки, монослой, мы получим действительно репрезентативную совершенно структуру из отдельных клеток в один слой лежащих. Предположим, что мы этот же блок срезали кос. Таким образом. И тогда, посмотрите, мы получили уже аж 4 слоя клеток, да еще по-разному срезанных, но на самом деле, да, это у нас вот такая вот структура из монослоя клеток. Поэтому ориентация необходима, прежде всего, с точки зрения биологической значимости нашего объекта, чтобы получить о нем наиболее достоверную информацию. Но есть и второе, но почему ориентация здесь важна. Дело в том, что при резке блока лезвие будет встречать разное сопротивление в зависимости от того, с какой тканью оно будет встречаться. Ну и предположим, что у нас есть некий срез кишечника, вот здесь вот, у которого, как вы понимаете, есть более мягкая часть и более жесткая часть. Если нож изначально будет встречаться с более жесткой частью, возможно, компрессия срезов в этом направлении. Таким образом, будет страдать качество среза. Поэтому этот вариант, к сожалению, не подходит для нормальной резки. С другой стороны, если мы также снизу ножом будем резать блок, но перевернем его на 180 градусов, вначале наш нож будет встречаться с мягкими частями нашего блока. И потом только в конце, уже по окончании, встретиться с твердой частью. И даже если здесь будет компрессия про афина, это не так страшно. Если же у нас блок примерно одинаковой плотности, то, опять же, его ориентация может быть важна. Если мы его сориентируем с вами вот таким вот образом, соседнее изображение, то у нас нож сразу встречается с очень большой площадью образца. И, возможно, компрессия дальнейшая. Если же мы переориентируем этот блок вот так, то нож будет входить в образец достаточно плавно, с небольшого участка и дальше расширяться. Ну и понятно, в случае кожи то же самое. У нас есть более плотные слои, более мягкие слои. Конечно, жировую клетчатку лучше положить первой, первой, чтобы она встретилась с ножом, пока она мягкая. Ну, а дальше уже дерма, соответственно, была выше. То есть ориентация может быть важна еще и с точки зрения получения качественных срезов. Какие типы микротомов бывают для изготовления срезов? Сейчас, ну, в основном 90% микротомов, которыми вы можете встретиться, это два типа. Ротационный чаще всего используется в диагностических целях, потому что нож у такого микроскопа, как видите, закреплен неподвижно. Движется как раз-таки вверх-вниз сам по себе объект. И такой микротом обладает двумя преимуществами. Первое. Вы можете получать ленточку из срезов прямо на ноже. Эту ленточку очень легко забирать с ножа, дальше переносить на обработку. Второе. У этих микротомов очень часто есть так называемая ретракция. То есть, когда блок идет вниз на нож, он подается на какое-то количество микрон, а дальше, когда он возвращается обратно на свою высоту под ножом, он отходит назад на, скажем, 5, 10, 20 микрон. Таким образом гарантированно не дотронется до нижней части ножа, если там есть какая-то, скажем, грязь или какие-то неровности. То есть, при этом можно очень легко получить хорошие срезы. Плюс, собственно говоря, для получения среза вам нужно сделать всего лишь оборот ручки. Более того, такие микротомы чаще всего теперь еще и автоматизированные. То есть, они еще и сами могут резать. Ограничение такого микротома ротационного вы не можете здесь использовать большой блок. Подача его вперед-назад – это всего несколько сантиметров. То есть, если у вас объект больше, скажем, 2,5-3 сантиметров, на ротационном микротоме его порезать будет сложно. Следующая проблема. Если мы говорим о твердых средах, ну, например, том же самом целоедине, то, скорее всего, нормально порезать его на таком микротоме не получится, потому что будет достаточно много вибраций. На самом деле, в ролике, ссылку на которую я дам, для более мягкой смолы, для техновита, используется ротационный микротом, но используются усиленные держатели для ножа. В принципе, такое возможно. Но, опять же, чем у вас будет тверже образец, тем, соответственно, вам нужно уже иметь более специализированный микротом. И, на самом деле, ультрамикротом, о котором мы говорим, как ни странно, именно вот как ротационный сделан. Но он приспособлен для резки твердых блоков. В обычном случае на ротационном микротоме, конечно, могут возникнуть некоторые проблемы при такой резке. Ну, и размер самого блока еще по XY тоже ограничен, просто потому, что держатели не очень большие. Санный микротом тоже используется часто, но в основном это выбор уже для исследовательских лабораторий, потому что здесь есть возможность поворачивать нож. Он может не только прямо с блоком встречаться, но и под каким-то углом. Это нужно, например, для некоторых пластиковых срезов, для того же самого целоедина, для заключения в твердые смолы. Кроме того, как видите, здесь по высоте гораздо большее расстояние, которое можно себе позволить. Можно большие блоки ставить. Вы не ограничены в рабочей части, за исключением того, какой нож вы используете. В принципе, если у вас, скажем, большой нож, сантиметров, например, 5, то блок 5 сантиметров тоже может быть использован для микротомирования. Но этот микротом, конечно, полностью ручной. Если у ротационного микротома есть возможность автоматического поворота вот этой рукоятки и, соответственно, получения срезов, санный микротом абсолютно полностью ручной. Автоматизированных микротомов санного типа, честно говоря, я пока не встречал. Из недостатков тоже понятно. Нет возможности делать ленточку срезов нормальную, потому что здесь двигается нож, а ваш образец остается неподвижным. Но, в принципе, при должном уровне тренировки санный микротом не менее удобен, чем ротационный, за исключением того, что каждый срез или каждые несколько срезов придется переносить аккуратненько отдельно. Конечно, можно научиться о нем тоже изготавливать ленточки срезов, но это требует несколько большего навыка. Про ротационный микротом расскажу потом еще об очень одной полезной вещи, а именно в ванночке на нож надеваемый, который позволяет резать срезы прямо на воду для очень тонких или очень деликатных срезов. Ну, это чуть-чуть дальше. Больше с точки зрения исторической нужно, конечно, привести еще два типа микротома. Это так называемый радиальный микротом, где образец, который вы крепите сюда, двигается. Нож оказывается неподвижным, но образец двигается на таком микротоме не вверх-вниз, а по достаточно большому радиусу. Ну, и понятно, что срезы тогда у вас получаются тоже не плоские, с блока, как хотелось бы, а по какому-то радиусу, хотя и достаточно большому. Плюс такой микротом требует время от времени переноса вот этого винта, что, конечно, не очень удобно. И если кто-то пользовался старыми харьковскими криостатами, да, там вот была такая неприятность, что нужно было в охлаждаемой камере каким-то образом под этим всем делом руку пронести, чтобы вот этот вот винтик перезавести. Плюс такого микротома понятный, он достаточно тяжелый, литой, основание у него хорошее. Ну, и есть возможность вот так вот присоединить веревочку и делать эти срезы на некотором расстоянии от микротома с тем, чтобы уменьшить количество вибраций, чтобы получить наиболее хороший срез. Ну, конечно же, сейчас это уже не очень удобно и в основном такой тип микротомов уже не используется, если только каких-то уже старых вариантов криостатов. Следующий микротом. Sledge type или салазкового типа. Очень похож на микротом, который мы до этого в виде санного рассматривали. Ну, посмотрите, здесь ручка, за которую мы двигаем, двигает на самом деле держатель блока. То есть блок устанавливается сюда, а нож, установленный вот здесь, находится неподвижно. Это микротом выбора для работы с очень большими срезами. Например, целый человеческий мозг, два полушария. Можно на таком микротоме порезать. Для больших блоков он очень удобен. Конечно, ни о каких ленточках здесь говорить нельзя, но тем не менее эти микротомы очень часто бывают моторизованными для того, чтобы сделать такой очень плавный, тонкий, хороший, качественный срез. Плюс такие микротомы могут работать с очень твердыми образцами при необходимости. Например, на них можно резать целиком все экспериментальное животное. То есть есть работы, в которых на таком микротоме режется целая мышь, крыса или достаточно большой орган. Опять же, радиальный микротом вы, скорее всего, вообще не встретите, если будете в современной лаборатории саласкивать тип. Это очень специализированный микроскоп, очень специализированный, извините, микротом, поэтому вряд ли вы его встретите в какой-то диагностической, скажем, лаборатории. Несколько гораздо более редких типов. Это микротом, опять же, саласкового типа, о котором мы говорили, но моторизованный, вот такой вот большой, для изготовления действительно срезов, например, с целикого залитого мозга человека. Как видите, здесь вся резка происходит удаленно, поэтому можно контролировать скорость подачи ножа очень точно. Он может работать с очень твердыми объектами, то есть, например, в принципе, недокаллифицированной кости, если это будет залито не в парафин, а в какую-то другую среду, порезать возможно. Следующий тип, опять же, больше имеющий значение, скажем, историческое, это ручной или винтовой микротом. Здесь образец крепится вот в эти тесочки, и есть внизу винт, поворачивая который, вы этот образец можете поднимать или опускать. Вот эта поверхность обычно изготовлена из камня и очень хорошо отполирована. Таким образом, вы можете на несколько микрон подвинуть ваш образец вверх и дальше опасной бритвой, обычной, либо вот таким держателем для одноразовых ножей, проведя, прижав его полностью к этой вот плоскости, срезу, сделать срез вашего материала. Наиболее часто он встречается в лабораториях, которые работают с растительным материалом. Конечно, с животным материалом такой микротом вы вряд ли встретите. Ну и понятно, что исторически это был один из первых типов таких хороших микротомов. Ну и последний, совсем уже редко встречающийся тип, это так называемая ленточная пила. Если вы работаете, например, с костями, с зубами, с протезами, пила, которая на самом деле просто пилит ваш образец очень точно, позволяет сделать, условно говоря, достаточно толстые срезы, но для твердых материалов другого варианта у нас, конечно же, нет. Еще два типа, но их уже нельзя назвать типами микротомов, микротомов типами устройств для изготовления срезов, о которых мы поговорим на следующих лекциях, можно назвать криостатирующий микротом, внутри которого чаще всего в современном исполнении стоит ротационный микротом. Видите, ручка у него, вот она выведена. Исторически раньше стояли микротомы другого типа, радиальные. Ну, сейчас, конечно, радиальные микротомы никто в криостат не ставит. Что такое криостат? Вот это микротом, который находится, условно говоря, в холодильнике. Ну и все необходимые для управления функции обычно вынесены снаружи, чтобы можно было им управлять, не находясь вот здесь вот внутри. Про достоинства и недостатки криостатирующего микротома мы с вами поговорим на следующей лекции. И еще один вариант устройства для изготовления срезов – это вибротом. Устройство очень похоже на микротом санны. Здесь, видите, двигается ножик. Вот находится здесь нож. Вот эта вся часть целиком двигается. И образец находится в ванночке с раствором. То есть здесь можно резать нефиксированный даже образец. Опять же, через лекцию мы с вами поговорим о достоинствах и недостатках этого типа устройств для изготовления срезов. Но в любом случае, для любого из этих устройств используются сейчас чаще всего так называемые одноразовые ножи, о которых нам нужно поговорить отдельно. Одноразовые ножи бывают нескольких типов, характеризующихся как их размерами, так материалом, из которого они изготовлены. Ну и на самом деле то, что важно для нас – это профиль заточки ножа. Одноразовые ножи чаще всего приходят вот в таких кассетах. Они бывают разных форм, но наиболее часто встречающиеся вот такие формы. Как вы видите, разные одноразовые ножи различаются своей шириной. Вот один тип и второй. Это так называемые высокопрофильные и низкопрофильные ножи. На самом деле большой разницы между ними нет, за исключением того, что вам нужно покупать такой нож, какой у вас есть держатель в микротоме. Раньше считалось, что высокопрофильные ножи меньше подвержены вибрации. Ну, на самом деле большой разницы между низковысокопрофильными ножами нет. Таким образом, то, что на ноже может быть написан профиль, low profile или high profile, это всего лишь вот этот размер. Выбирать нужно просто под то, что у вас есть в микротоме. Если будете покупать, и у вас нет специальной какой-то задачи, очень твердого материала или еще что-то, низкопрофильный нож – это, конечно, самый удочный будет выбор. Следующий показатель ножа, который есть. Из чего он изготовлен? Чаще всего они изготовлены из нержавейки и покрыты нечто тефлоноподобным, что уменьшает трение об нож вашего среза. То есть, можно получать срез достаточно хорошего качества. Иногда, правда, вот это покрытие может мешать, и поэтому бывают непокрытые ножи. И также, если мы говорим о каких-то очень твердых образцах, могут использоваться вот такие ножи из карбидов альфрама. Карбидов альфрама очень-очень-очень твердый, хотя и очень хрупкий материал. Поэтому при помощи таких ножей можно резать очень твердые образцы, кости, зубы, древесину. В общем-то, практически все, что в принципе можно микротомировать, такими ножами можно работать даже с фольгой некоторых металлов. Можно таким ножом обойтись. Ножи из карбидов альфрама, они нужны только для определенных совершенно задач, то есть, рутинно ими резать не очень удобно. Еще два очень важных параметра, о которых мы поговорим буквально на следующей странице нашей презентации. Это профиль заточки ножа, то есть, как заточено его стриё, его рабочая поверхность. И угол заточки ножа, под каким углом эта поверхность заточена. С углом заточки примерно понятно, чем этот угол заточки меньше, скажем, 22 градуса, тем такой нож будет делать более аккуратные срезы, тем он будет менее стойк к повреждениям. Поэтому у вас, как всегда, компромисс. Если вы хотите работать с какими-то очень деликатными срезами, тогда нужно ножик брать с маленьким углом. Если вам нужно работать с чем-то твердым, тогда вам нужно, наоборот, брать большой угол. Стандартно, обычно используется около 30 градусов, и это наиболее распространенный ножик. Профиль заточки, как я уже говорил, мы поговорим о нём чуть позднее, но в большинстве случаев вас будет интересовать так называемый профиль С. Так, он наиболее универсальный. Ну и толщина. Этот показатель вам важен только, чтобы понять, подойдёт ваш нож к вашему держателю или нет. Существует две толщины четверть миллиметра. Это вот эти одноразовые ножики, о которых мы говорили. И два миллиметра. Это как раз вот эти вот карбида вольфрама. Опять же, они, конечно, не одноразовые, многоразовые, но сменные ножи. Ну, какие меры предосторожности нужно при работе с ножами учесть? Ну, во-первых, нож этот предназначен для резки материала, поэтому он будет одинаково хорошо резать всё, что попадётся на его пути. И нужно бороться с рефлексом поймать падающий нож. Если вдруг у вас нож каким-то образом падает, лучше просто отойти, дасть ему нормально упасть, ну и после этого его же собрать с пола, потому что, как я уже говорил, он очень остро заточен. Старые ножи лучше всего не хранить где-то в открытом состоянии, а как минимум положить в Эппендорф, либо, если нож уже совсем испорчен, вот в этих кассетах нижняя часть – это так называемый диспенсер, в который можно этот ножик положить. Причём он сделан так, что положив туда ножик, обратно его достать не сможете. Ну, и, соответственно, и поранится им тоже. Следующее. Если вы вдруг работаете с таким ножом вре, вне микротома или криостата, то необходимо использовать специальные держатели. Раньше на Алиэкспрессе продавались вот такие удобные пластиковые ручки. В последнее время я их, к сожалению, уже не видел. Они как раз позволяют зафиксировать этот одноразовый нож, так, чтобы держаться за его часть, уже держатель, которая точно не является острой. Почему? На самом деле, даже сам, несколько раз нарушая технику безопасности, умудрялся обрезаться ножом, просто за счёт того, что здесь очень легко перепутать заточенную часть и, соответственно, вот этот вот обушок, от него не заточенную часть, по потолщине абсолютно одинаковая. Ну, представьте, если бы взяли нож наоборот и режете что-то твёрдое, то, конечно, вы порежете руки, а не нож. В таком случае с ориентацией вы не перепутаете, его просто нельзя по-другому в держатель вставить, ну и, опять же, за ручку вот эту порезаться не сможете. Следующее. При работе с микротомом любые действия можно выполнять только после того, как вы ножек зафиксируете полностью. Всегда есть какие-то стопоры, которые позволяют микротом обездвижить, чтобы, например, если вы оперётесь на держатель ножа, ножик не ушёл у вас из-под рук, или, наоборот, если вы оперётесь на держатель блока, этот держатель блока случайно не опустился вместе с руками на ножик. На дальнейших слайдах я покажу, где такие устройства для фиксации есть на микротомах фирмы Reicher, ну, теперь уже, к сожалению, это Leica, то есть на микротомах фирмы Leica. Если вы хотите протереть ваш ножик или очистить его, то все движения кисточкой, которую вы будете использовать для чистки ножа, нужно делать только от тела ножа к острию, потому что если в обратную сторону будете двигать, вы, скорее всего, обрежете вашу кисточку, у кисточки достаточно твёрдые волосы, ну и, соответственно, можно повредить режущую часть ножа. Ну и если есть некая защитная планка на микротоме, я её покажу потом, то её нужно использовать, если вы на данный момент не производите резку вашего образца. Некоторые планки, кстати, позволяют и защитить нож, и позволяют под специальным небольшим расстоянием от планки до ножа ваши срезы пропустить. То есть, в принципе, можно резать даже в некоторых случаях, на некоторых микротопах с такой закрытой планкой. Давайте обсудим более подробно профиль ножа, что это такое, какие профили есть и какие нам следует использовать для парафинового метода. Есть четыре профиля заточки ABCD, и профиль A – это чаще всего двояко вогнутый ножик, то есть его самая острая часть заточена вот таким вот образом, сходясь на самую острую часть, которая будет являться рабочей поверхностью. Понятно, что такой ножик наиболее легко повреждается, потому что у него очень мало поддержки этой острой части. Еще встречается, как ни странно, под этим же названием A – ножик с очень небольшим углом, но который будет плоско вогнутый. То есть, в принципе, A описывает, как видите, сразу же два типа ножек, обычно описывается, какой из них отдельно, но эти ножи отличаются от остальных типов заточки тем, что они очень нежные. То есть они очень хорошо режут какие-то специальные ткани, мягкие, они, в принципе, подходят для резки, например, целоедина, для изготовления тонких, качественных срезов, но для рутинных срезов они не очень хорошо подходят, так как очень быстро и легко испортятся. Поэтому в большинстве случаев, если не знаете, зачем вам нужен профиль A, его лучше не использовать. Профиль B – это так называемая плоско вогнутая заточка. Мы уже видели, что такая заточка и здесь тоже может быть. Для мягких тканей, парафиновых блоков реже используют для ротационного, чаще всего для санного микротома, для мягких блоков легко тупится, но еще важная вещь – такой ножик чаще всего в санном микротоме ставится под углом. То есть если у вас есть, например, ваш блок, который вы хотите порезать, то вы нож ставите не вот таким вот образом, чтобы он сразу же встретился с вашим блоком, а под каким-то определенным углом, чтобы блок он начинал резать с какого-то небольшого захода в него. Это позволяет тому ножу дольше оставаться острым и неиспорченным. И, наконец-таки, наиболее часто используемый тип заточки, которым вы будете пользоваться практически всегда, так называемая клинообразная. Это стандартный вариант заточки, для всех микротомов подходит, рутинно, для криостата хорошо подходит, для парафиновых блоков. Естественно, он не так хорошо режет, как первые два типа ножа, но ставится зато он как раз в классическом положении, прямо поперек вашего блока, встречая его своей режущей частью. Он достаточно долговечен, но, конечно, срезы он делает не такие хорошие, как первые два типа. Ну и последний тип, с которым вы тоже встретитесь достаточно редко, это тип D, заточка под долото. Как видите, у этого типа заточки, с одной стороны только скос, и дальше сразу же идет достаточно массивное тело самого ножа. Понятно, что такой ножик будет очень стойк к различным внешним воздействиям. Тупица, он будет не очень охотно, ну и, конечно, срезы он будет делать не очень хорошее. Это для резки плотных тканей, костей, каких-то специальных препаратов. Делается в основном из очень твердых материалов, например, вот карбид вольфрама, о котором я говорил, для толстых ножиков имеет именно такую заточку. Ставится поперек блока, и методы, требующие резки твердых тканей, используют вот такие ножи. Таким образом, в основном, то, с чем мы будем встречаться, это заточка C, клинообразная. Теперь нам будет поговорить еще о нескольких вещах, касаемых ножей. Ну, во-первых, для ножей типа A, B и D очень важна ориентация. Понятно, что если вы перевернете такой ножик, то резать он уже будет не той поверхностью, которая предназначена для резки, а обратный, и либо очень быстро затупится, либо будет давать плохие срезы. С ножиком типа C несколько проще. У него, как вы помните, заточка клиновидная, и поэтому обе стороны у такого ножа, они примерно равнозначны. Что с этой стороны у него будет, что с этой стороны одинаковая совершенно поверхность. теперь некоторая вещь, которая обычно очень сильно вводит в заблуждение. Это так называемые углы установки ножа, углы самого ножа, краевые углы и так далее. Если мы посмотрим на нож профиля C, то мы увидим, что само по себе тело ножа, оно достаточно под небольшим углом идет, а дальше угол увеличивается только на месте заточки. Вот это вот место, формирующее вот этот вот заточенный треугольник. Почему такая заточка делается, почему нож дальше не делается таким же острым? Понятно, что в данном случае большая часть металла ножик поддерживает, он дольше будет оставаться в рабочем состоянии. Так вот здесь получается у нас сразу же два угла. Первый угол это краевой угол, это угол самого по себе вот этого основания. Дальше у нас есть еще один угол, угол скоса или угол заточки, если хотите. Это уже угол вот этот. То есть это угол, которым ножик непосредственно у нас будет резать наш блок. Ну и дальше у нас еще есть два угла. Это так называемый задний угол ножа. Мы его можем уже регулировать, потому что чаще всего мы можем повернуть с вами наш ножик в держателе. И rake angle, то есть угол наклона, он нам не очень важен, потому что мы его регулируем вместе с задним углом одновременно. Но становится понятно, что если этот угол очень большой, то здесь вместо резки образца мы будем получать его деформацию. Если он слишком маленький, то это все будет хорошо, но тогда мы можем вот этой частью ножа дотронуться до блока и соответственно его повредить. Поэтому есть только один правильный угол для установки каждого ножа. Понятно, что во многих случаях пытаются добиться лучшего качества срезов, регулируя этот угол. Но на самом деле, если у вас одни и те же ножи, которыми вы пользуетесь, то только один угол для них будет подходящим для резки. На следующем слайде мы с вами об этом поговорим поподробнее. Но угол, который размечен на держателе ножа, чаще всего это вот этот вот самый задний угол. Угол зазора, клиренс, англ, если хотите. И он уже учитывает стандартную вот эту заточку ножа типа С. В стандартном ноже чаще всего используются в микротомии от 1 до 5 градусов. Вот в этом диапазоне вы найдете один единственный правильный угол и дальше будете его уже использовать. Давайте посмотрим пример правильного угла. На самом деле здесь от 2, я бы сказал, от 1 до 5 градусов, если быть совсем честно. От 1 до 7 это, наверное, все-таки для микротома. От 2 до 7. Для микротома обычного это где-то 1,5 градусов. Ну и здесь, соответственно, нам тогда нужно будет тоже справить на 5 и меньше 1. Предположим, что мы захотели получить очень хороший срез и сделали меньше 1 градуса такой угол. Что будет происходить? Конечно, вот эта наклонная у нас будет очень хорошая. В принципе, получается, что мы не скоблим блок, а действительно режем, делаем хорошие срезы. Но посмотрите, что произойдет вот с этой частью ножа. Видите, она зарывается в наш блок. Если на этой части есть какие-то зазубринки, грязь или еще что-то, на обратном ходе или даже на прямом ходе, если у нас этот угол очень большой, он будет задевать облок и вот эта поврежденная поверхность блока нам испортит следующий срез. То есть такой вариант нам категорически не подходит. Вторая крайность. Мы решили увеличить очень сильно этот угол. Поставили вот таким. Теперь у нас наш нож никоим образом не задевает за блок. Но посмотрите, что происходит вот здесь. Из-за того, что вот этот угол стал очень большим, мы, по сути дела, наш блок не режем, а скоблим. Ну, если кто-то доставал из холодильника или морозилки, например, масло и пытался его скоблить ножом под таким углом, понятно, что вместо срезов вы получите отдельные кусочки от этого среза. То есть этот вариант нам тоже не подходит. При правильной настройке ножа мы с вами минимизируем вот этот угол, но без излишнего энтузиазма, чтобы здесь все-таки оставалось сколько-то. Не знаю, пускай будет, например, 2 градуса. И сохраняем этот угол дальше таким, как есть. Таким образом мы минимизируем вот этот угол. У нас срезы получаются с наименьшей деформацией, но при этом мы этот угол имеем еще достаточным, чтобы не повреждать наш блок при прямом или обратном ходе ножа. Как правильно настраивать тогда микротом? Вы ставите около 1 градуса угол и пытаетесь сделать несколько срезов. Если у вас срезы получаются нормальными, нет чередования толстого-тонкого среза, нет крошащих срезов или еще что-то, в принципе, этот угол можно оставить. Если вы видите, что у вас поверхность ваших срезов повреждена или у вас чередуется тонкий толстый срез, тогда этот угол увеличивайте. Например, делайте его равным 2 градусам. Повторяйте процедуру. Если при этом у вас получился хороший срез, то это тот угол, рабочий, с которым нужно остаться. Для данного типа ножа, для данного типа держателя микротома и самого микротома, этот угол будет у вас всегда оптимальным для работы. Ну и еще одна важная вещь, которая может встретиться вам в современных микротомах, чаще всего это, конечно, ротационные микротомы, но у лейки сейчас и санные микротомы тоже самое позволяют делать. Это так называемая ретракция ножа. Что это такое? Представим, когда мы режем наш блок, нож у нас двигается вверх, и здесь остаются какие-то частицы, грязь, или у ножа у самого есть какие-то зазубрины. И тогда, если мы теперь пойдем с вами этим ножом вниз, то он все эти неровности нашего блока соберет и, собственно говоря, сделает в нашем блоке какие-то выемки, повредит нам будущую плоскость среза. Если же у нас есть микротом с ретракцией, то этот микротом знает, что когда ножик идет вверх, он идет вот таким вот типом, как и должно быть. А когда он идет вниз, у нас нож отодвигается на некое расстояние от блока 2-10 микрон где-нибудь. На некоторых микротомах это даже задается, на других это фиксировано, но это не так важно, потому что у нас даже остались какие-то пылинки на блоке, то нож их просто не сможет задеть, потому что он был отведен на достаточное расстояние от блока. Таким образом, если у вас в микротоме есть ретракция, ее, конечно, нужно включать, это очень полезная вещь для работы. Блокирующие устройства. Я уже говорил о том, что ножик этот наш очень острый и правила безопасности абсолютно необходимо соблюдать. Поэтому для того, чтобы можно было работать с нашим микротомом безопасно, есть целый ряд различных инструментов. Но прежде всего на ноже может находиться вот такая вот конструкция, красненькая в данном случае. Эта часть закрывает режущую кромку, что если вы теперь случайно дотронетесь сверху до этого ножа, вы встретитесь с этой кромкой, а не с ножом, и не разрежете себе, не дай бог, конечно, руку. Кроме того, очень часто бывает, что на некоторых микротомах вот эта вот рамочка, она не выходит за режущую кромку ножа и может позволить вам при опущенной рамке делать срезы. Но это нужно уточнять. У каждого микротома это написано, можно это делать или нет. Опять же, это очень удобно, потому что вы случайно не дотронетесь до этой режущей кромки. Следующий механизм, который вас может от неприятностей спасти, это возможность блокировки хода вашего препарата на ротационном микротоме вверх или вниз. Предположим, что вы хотели кисточкой ваш препарат как-то исправить и оперлись вот на эту часть. Ну, мизинцем, чтобы, например, стабилизировать руку с кисточкой. Если у вас не зафиксирована вот здесь вот эта ручечка, то весь этот блок просто уйдет вниз на нож, ну и, соответственно, можно повредить себе палец. Если вы вот этот блок поставили, то этого не произойдет. Второй механизм, находящийся здесь внизу под ручкой, это стопор микротома, который позволяет его остановить не только вот в этом положении, например, в верхнем, но и в любом положении. То есть он просто не дает эту ручку теперь провернуть. Когда уходите от микротома, первый стопор абсолютно необходим. Если уходите на некоторое время, чай попить или еще что-то, то не забывайте ставить второй стопор, потому что кто-то может случайно прийти, щелкнуть ручкой, да, но так как стоит вот этот стопор, то как минимум ничего страшного не произойдет. В случае санного микротома для остановки блокировки есть вот такой вот флажочек сбоку, он здесь вот находится, который позволяет также ваш микротом остановить, чтобы не было движения лезвия назад или вперед. Так как она на самом деле хорошо, вот эта вся часть смазана, он двигается вперед-назад очень легко, и это очень важно. Ну и последний защитный механизм, который здесь может встретиться, это специальное устройство для того, чтобы можно было нож передвинуть из кассеты в микротом, вообще не дотрагивать до него руками. Честно говоря, у меня никогда не получалось сделать это хорошо, к сожалению, но теоретически, если у вас свежие ножики, еще не застыло масло, то в принципе действительно, используя вот эту вот часть, можно ножик вставить в ваш микротом без того, чтобы до него дотрагиваться рукой. И на самом микротоме еще одна часть, которую я не показал, вот эта вот красненькая часть, аналог вот этой красненькой рамки, которая позволяет закрыть ножик, когда вы его не используете, чтобы, во-первых, самому не порезаться, но, во-вторых, конечно же, не повредить нож. Что дальше? Предположим, мы правильно настроили наш микротом, об этом мы поговорим чуть-чуть дальше, как это делать, каким образом делать тримминг блока. Мы получили в идеале вот такую полоску срезов, сформированную. Что дальше? Дальше нам нужно перенести эту полоску срезов на водяную баню для того, чтобы их расправить. Дело в том, что, как бы мы хорошо ни старались, в любом случае у срезов будет некоторая компрессия, они будут немножечко в этом направлении сжаты. И, чтобы их прославить, расправить, можно использовать вот такую водяную баню, где температура должна быть на 5-10 градусов меньше, чем температура плавления воска. То есть, ну, чаще всего делается, скажем, 37 градусов, это нормально. Иногда можно сделать чуть-чуть побольше, но не превышать вот этого, иначе они будут очень быстро расплавляться. Несколько замечаний практического характера. Понятно, что здесь должна быть дианизированная вода или, как минимум, дистиллированная. Понятно, что сюда можно добавлять некоторые вещества для лучшей адгезии, но нужно точно проверить, чтобы здесь внизу не было пузырьков. Посмотрите на эту фотографию, здесь вот внизу отдельно белые пузырьки от воды есть. Поэтому, если вы берете дианизированную или дистиллированную воду, ее можно просто прокипятить перед тем, как использовать вот в этой бане. Либо, если у вас есть вакуумный дегазатор, можно под вакуумом эту воду подержать, чтобы все газы из нее ушли, потому что, если такой пузыречек здесь оторвется, он попадет у вас под ваши срезы, и удалить его с этих срезов будет уже очень и очень проблематично. У такого типа водяных бань здесь еще есть вот такой удобный кусочек, где можно положить дальше срезы для сушки. Либо иногда в дополнение к такой бане стоит еще просто горячая пластинка, которую можно рядом поставить и перекладывать на него уже эти срезы. В случае монтирования есть несколько важных моментов, на которые нужно обратить внимание. Если вы хотите вытащить ваш срез на стекло, то стекло нужно доставать из поверхности воды как можно более вертикально. Зачем это делать? Дело в том, что тогда у вас под вашим срезом останется как можно меньшее количество воды. Если же у вас под срезом будет большое количество воды заключено, то она нормально не сможет высохнуть, например, при дальнейшей сушке, и будет деформация на этом месте. А если вы добавили еще, например, в воду какое-то вещество для лучшей адгезии, то оно будет сконцентрировано под вот этой капелькой, и будет много артефактов. Поэтому после того, как вы, скажем, в горизонтальном состоянии на ваше стекло ваш срез начали помещать, предположим, плавает здесь, и вот вы кусочком его зацепили, то дальше вы стекло можете перевернуть уже достаточно под большой угол. Ну, конечно, 90 градусов не получится, но достаточно высоко. И в таком виде уже вытягивать ваш срез со стеклом так, чтобы между срезом и стеклом оставалось как можно меньше воды. Если воды все-таки много, можно с краю чуть-чуть водички убрать, например, фильтровальной бумагой. Ну, и в дальнейшем, после того, как вы такой монтаж провели, лучше положить стекла еще в термостат. В идеале, если есть время, на температуру порядка 37 градусов, как минимум на сутки. Это позволит вам убрать эту лишнюю воду. Срезы гораздо лучше прикрепятся к стеклам, ну, и с ними будет удобнее дальше работать, например, при окраске. То, что мы пока упустили, это, собственно говоря, часть микротомии подготовительной. Первое, что вам нужно будет сделать, вам нужно будет блок закрепить. Если он в кассетах, то, видите, есть специальные держатели для кассет. Но этот держатель практически не ориентируется. Его невозможно перевернуть, скажем, на 180 градусов. Есть, правда, современные держатели, которые же это позволяют сделать, но в большинстве своем они вот такого не сильно настраиваемого типа. Конечно, при помощи специальных ручек можно немножко повернуть в этом направлении или в этом направлении, чтобы вывести в плоское срезы. Но это, в общем-то, и все, что можно себе позволить. Дальше. Понятно, что у вас за блоком на его передней поверхности есть некоторое количество парафина. Плюс, скорее всего, первые несколько срезов блока вас не очень интересует, потому что там будет достаточно большое количество артефактов за счет того, что это край ткани. Например, вы этот край ткани срезали. И там есть, соответственно, повреждения. Поэтому вам нужно блок, то, что называется, заточить или сделать тримминг, то есть формирование этого блока площадки, которую вы будете резать. В случае, если вы заливали ваш блок в фирменные кассеты, то форма его будет уже со скошенными углами, что позволит вам дальше очень удобно из ленточки их разделить. Потому что, если у вас теперь будет несколько срезов, на ленточке они будут слипаться, то наличие вот таких вот уголков позволит сюда подвести кисточку и по этой линии эти два блока, например, два среза разорвать. Прямо вот в ванночке их разделить можно на несколько отдельных срезов будет и каждый из них отдельно на стекло смонтировать. Если же они у вас будут идти один за одним абсолютно ровно, то их разделение будет очень сложным. И чаще всего просто при разделении какую-то часть среза, скажем, оторвете, что, конечно же, плохо. Плюс иногда вы хотите сохранить ориентацию ваших срезов и тогда можно на самом деле один уголочек еще чуть-чуть больше подрезать. Тогда у вас будет несимметричная картинка и вы сможете всегда за счет этого подрезанного уголочка решить, где же у вас была, какая же у вас была ориентация ваших образцов. Особенно, если они, например, симметричны, какие-то круглые. После такого тримминга заточки передней поверхности и вот этих углов, если их не было, если вы заливали в какую-то нефирменную кассету, а вам нужно отполировать поверхность блока, то есть делать несколько тонких срезов, которые вы еще не берете в работу. Ну и, собственно говоря, дальше приступить к изготовлению срезов. Здесь тоже есть некоторое количество проблем. Ну и первая проблема, с которой мы можем встретиться, это так называемый грубый тримминг. Когда мы, например, блок резали за большим шагом, предположим, 50 микрон делали приближение, и каждый срез делали 50 микрон, да еще и быстро, тогда следующие срезы будут содержать вот такие вот дырки, которые были повреждены, повреждения, которые были нанесены блоку при таком вот агрессивном тримминге. Следующее, что может быть? У нас, может быть, что-то не закреплено. И на самом деле, большинство проблем при микротомировании это отсутствие хорошего крепления либо вашего блока, либо ножа, либо какой-то другой части микротома, то есть наличие вибраций. Цель тримминга понятна. Максимально убрать профин лишний от того места, где мы собираемся делать срез, поврежденную ткань. И для тримминга лучше использовать подачу в размерах от 10 до 30 микрон, потому что после 30 микрон вот этот артефакт будет наиболее хорошо выражен. И вам придется делать достаточно много срезов для полировки блоков, прежде чем вы получите хороший блок. И, в принципе, если вы работаете с большим количеством срезов, можно использовать либо отдельный нож для этого грубого тримминга, либо, так как ножи может передвигаться на нашем микротоме вправо и влево с сохранением ее соосности, то есть здесь вот есть ручка, например, которая может нам позволить весь нож целиком передвинуть в этом направлении. И можно какую-то часть ножа, скажем, вот эту использовать для тримминга грубого, а вот эту часть ножа уже использовать для резки блоков. Потому что при тримминге нож повреждается больше, ну и, соответственно, чтобы были хорошие срезы, нам лучше иметь ножек лучшего качества. Опять же, очень быстрый агрессивный тримминг повреждает поверхность блока, особенно при толстых срезах. Ну и последний шаг, полировка блока, которая нам важна, это мы делаем несколько срезов с той толщиной, которая нам нужна. Иногда несколько, это 5 или больше, пока у нас не получится ровная поверхность без вот таких вот изъянов. Толщина среза. К сожалению, здесь есть несколько неприятностей. Во-первых, чем тоньше срез вы будете получать, тем больше будет компрессия. Сравните срез первый, самый толстый, который здесь был, предположим, что это, скажем, 12 микрон, и самый тонкий, предположим, что это 3 микрона. Видно, насколько хуже получается срез, насколько он больше сжат, при этом это очень, на самом деле, хорошего качества среза. Где выставляется толщина на ручных микротомах лейки Райхерта, вернее, да, теперь лейки, выставляется вот в таком вот окошечке. Если у вас они моторизованные, то на пульте управления просто клавиши можно выставить. Минимальная толщина, которую реально получить на обычном парафине, 3 микрона. Меньше, даже не пробуйте, ничего хорошего не получится. И, что еще важно, первые срезы в серии всегда будут толще. Почему? Если у вас блок немножечко нагрет, ножик немножечко нагрет, температуры не выровнены, нагретый блок немножко толще. И за счет этого, так как блок нагрелся, то срез у вас будет, скажем, не 5 микрон, как вы рассчитывали, а, скажем, 7. Следующие в серии среза будут уже нормальные те же самые 5 микрон, которые вы задали. Чем тоненьше срез, тем больше компрессия ткани, тем аккуратнее его нужно расправлять. Ну и, конечно, есть ограничения по максимальной толщине. Больше 20 микрон нарезать очень сложно. Это, наверное, максимальная толщина, которую можно получить с хорошего парафинового блока. Как можно улучшить вот эти вот тонкие срезы? Ну, можно сделать просто парафин тверже за счет охлаждения. Иногда держатели кассет имеют в себе пельте-элемент, позволяющий охлаждать кассету до плюс 4 градусов, что позволяет резать те же самые, скажем, 5-7 микрон достаточно рутинно после небольшого обучения. Если же такого нет, можно использовать ванночку со льдом и водой, где можно держать ваши кассеты перед тем, как вы их будете резать. Правда, есть несколько и подводных камней. В некоторых случаях, если ткань плохо профиксирована, она может водой этой напитаться, и что может, конечно, плохо отразиться на резке. А ну, можно на самом деле положить просто на металл охлажденный, скажем, в холодильнике до плюс 4, что тоже поможет. Очень часто можно видеть, как студенты, пытаясь получить хорошие срезы, аккуратно с ним походясь, на них дышат. Это на самом деле не совсем правильно. Это позволяет действительно получить срез вот такой хороший вместо вот такого вот среза. Но за счет чего? Если вы подышали на ваш блок, он нагрелся, он расширился, и получается, что просто увеличило тишину среза. То же самое можно добиться, если вы, например, режете 3 микрона, поставили потом 5 микрон, и это то же самое, что вы получили бы в случае, если подышали на блок. Понятно, что в данном случае это не улучшение качества среза, а просто улучшение толщины, потому что после того, как подышали, чаще всего с хорошим получится именно первый срез. Следующие срезы будут не очень хорошие. Как можно из этой ситуации выйти? Ну, как я уже говорил, охлаждение блока для плюс 4, плюс у фирмы Лейка есть вот такое интересное приспособление, ванночка, которая крепится прямо к ножу, покупается такой вот держатель ножек, а сюда наливается вода холодная, насколько это возможно, чтобы срезы при попадании на эту воду не деформировались еще больше, и получается, что срез, который вы сделали, оказывается здесь сверху, дальше уже плавающим на воде. И, в принципе, можно даже, еще если упростить задачу, грубо взяв какие-то срезы на стекло из этой ванночки, перенеся эти срезы в ванночку с водой с большей температурой, при этом их можно даже до конца от стекла не отклеивать, скажем, вот эту часть среза оставить на стекле, подождать немножечко в, скажем, 37 градусной воде и обратно опять вытащить на стекло уже вертикально, так, чтобы под этими срезами не было воды. Таким образом, вы их сможете перенести без повреждения, они у вас порежутся даже тонкие достаточно хорошо, за счет того, что будут резаться на пленку воды, вода холодная, нож холодный, компрессия небольшая, после этого вы перенесли в 37 градусов воду, вы их расправили, вы подняли ваше стекло практически вертикально вверх, убрали воду из-под среза и, в принципе, получили тонкий и качественный срез. Какие наиболее частые ошибки при резке таких вот блоков на ротационном микротоме? На самом деле ошибки примерно те же самые. Ну и давайте посмотрим несколько классических таких неприятностей, которые могут возникнуть. Под номером 1 абсолютно правильно порезанный блок. Во-первых, он сформирован, например, пирамидкой или наоборот, скажем, могут быть просто углы скошенные и вы получаете вот такую красивую серию препаратов, где все прекрасно, все замечательно. Второе. Вы забыли ваш блок квадратный каким-то образом заточить. Что получается? Теперь при резке такого блока у вас все срезы абсолютно друг к другу прилипают и разделить такую ленточку будет на отдельные срезы очень сложно, потому что здесь будет практически не подцепиться к ним. Третье. Предположим, у вас все прекрасно заточено, все как должно быть, срезы либо сминаются, либо очень сильная компрессия. Очень тонкий срез. Вы можете увеличить толщину среза. Второе, что можно сделать, охладить блок. Если вы будете охлаждать, скажем, 4 градуса сделаете, то вот эта компрессия уже уйдет. Скорость резки. Вы можете резать просто очень быстро и за счет этого возможно еще компрессия. Ну, плюс можно опять же резать на воду, уменьшить эту проблему. Четвертая проблема, которая возможна. Вы режете срез, он сворачивается в рулон. Это может означать, что угол ножа у вас слишком большой. Если у вас нож под большим углом режет ваш блок, то, естественно, та часть, которая режется, будет испытывать очень большую в этом месте резки компрессию. И, что чаще всего будет происходить, ваш срез начнет за счет этого нервно расширяться и заворачиваться в трубочку. Как можно решить эту проблему? Скорость резки отрегулировать так, чтобы этого не происходило. толщину уменьшить, как ни странно. Или, на самом деле, может потребоваться изменить немножечко температуру вашего блока. Например, ее охладить. Ну, естественно, вот угол ножа, это первое, на что нужно обратить внимание. Скорее всего, этот угол слишком большой, скажем, 5 градусов, его можно, скажем, уменьшить до 2 градусов. В основном, это решит проблему. Плюс, возможно, еще несколько неприятностей. Например, может быть, ткань у вас очень твердая, залитая в праофин, и, возможно, вот такое тоже сворачивание в трубочку. Пятый вариант, тоже из ошибок. Ленточка получается, но она идет вот таким странным образом. Срезы в ленточке не склеиваются, или склеиваются только одной частью, и вот ленточка вся загибается. Либо неправильно заточены, непараллельно вот эти две грани, либо есть какая-то грязь на же, либо парафин внизу или наверху не очень хороший. Вот тогда нужно просто чуть-чуть подрезать. То есть, в принципе, нужно обратить внимание прежде всего на эти две грани вашего блока, посмотреть, что там происходит, за счет чего, возможно, такое перекашивание. Шестое. У вас очень хороший блок, все правильно сделано, но при резке получается вот такая вот глубокая царапина или на самом деле даже срез разваливается на две части. Не спешите винить в этом нож. На ножа царапину получить не так легко, как кажется. А вот получить за ножом или на самом срезе какую-то твердую частичку или на самом деле катышек из того же самого парафина, в который заключен срез, очень легко. Если у вас есть ножик и на задней части ножа, при том, что вы правильно выставили угол, да, у вас этот угол минимальный, вот это у нас будет пускай сам по себе срез, вернее, бокс, который мы делаем срез, вот наш срез, который идет с нашего блока, и предположим, что вот здесь остались какие-то катышки, грязь или еще что-то. В следующий раз, когда нож начнет резать этот блок, этот катышек может прицепиться к задней поверхности ножа и оставлять на блоке, не на срезе, а именно на блоке вот такую царапину. И вы можете после этого очень долго пытаться что-то сделать, например, переставите нож, передвините его в одну сторону, а у вас на следующем первом срезе вот эта вот царапина сохраняется. Дальше, через некоторое время резки у вас царапина появляется на другом таком же месте, ну и очень часто видно, как студенты меняют ножи по два-три ножа на блок, все гораздо проще. Можно просто нижнюю вот эту часть ножа, где возможно грязь, можно протереть. Либо взять, например, мягенькую какую-то вату и сзади ножек так протереть, причем можно использовать, например, для того, чтобы снимать парафин, тот же самый ксилол, тулол или еще что-то. Можно через ножек аккуратно провести тонкую фильтровальную бумагу, то есть разрезать фильтровальную бумагу ножом, и это тоже может очистить заднюю поверхность ножика от вот такой грязи. Если это не помогает, то есть шанс, что прямо в вашем блоке есть какая-то твердая часть, какое-то включение, песчинка какая-то, которую тоже можно убрать с блока, ну и таким образом эту ситуацию улучшить. Последняя проблема, с которой тоже часто приходится встречаться, блок прекрасный по внешнему виду первому, но при резке у вас, видите, ткань как бы из парафина вываливается. возможно несколько проблем. Первая ткань может быть более твердая, чем блок, и неправильно сориентирована. И ножик встречается сразу же с чем-то твердым, сминая, соответственно, эту ткань. Вторая ткань может быть не очень хорошо профиксирована, или, соответственно, при проводке какая-то часть была, ну скажем так, сэкономлена по времени. Ну и третий момент, который здесь тоже возможен. Вы очень резко охладили блок, и у вас образовалась трещина между тканью и самим себе парафиновым блоком. Трещину это, может быть, даже глазом не видно, но потом при резке вы ее увидите. Самая интересная ошибка, которую я видел, это когда студенты решили очень быстро охладить блок, положив ее блок с парафином в морозильник. Понятно, что блок потрескался, трещины эти глазом были практически не видны, но при резке блок рассыпался на совершенно мелкие какие-то такие части. Конечно же, ни в коем случае нельзя охлаждать блок при температуре ниже, скажем, плюс четырех, потому что это приведет к такому растрескиванию очень интересной картине блока, который выглядит как битое стекло после того, как попадает на воду. То есть, отдельные части среза просто уплывают в разные стороны. Это наиболее часто встречающаяся проблема. Конечно, есть еще целый ряд сложностей, но это то, что встречается наиболее часто. Давайте попробуем разобраться с некоторыми из этих проблем еще раз, чтобы запомнить, что с этим делать. Предположим, у вас есть блок и срезы режутся после расправления в ванночке. Обратите внимание, здесь ванночка, вода плохая, вон пузырьки есть. То, что я говорил, что можно, чтобы этих пузырьков избежать, просто прокипятить воду или, соответственно, использовать какой-нибудь вариант дегазации другой. И вот при резке получается вот такая смятая последовательность. Как видите, в воде даже в теплой оно не расправилось, ничего мы при этом улучшить не смогли. В идеале, жесткость парафинной ткани у нас должна быть одинаковая. И, соответственно, если у нас ткань более жесткая, мы можем просто охладить блок перед резкой. К примеру, если это резалось при комнатной температуре, то если мы теперь будем резать блок при его охлаждении предварительно для плюс 4 градусов, посмотрите, насколько у нас может уменьшиться компрессия, то есть блок становится уже лучше. Мы можем увеличить толщину среза. Мы можем подобрать угол ножа, он может быть слишком большой, он уже просто скаблит блок. Ну и в некоторых случаях у вас может быть пересушен сам себе блок. Вы передержали его, скажем, в ксилолах или в горячих парафинах. Тогда, в принципе, конечно, этот блок уже хороших срезов не даст, но можно его частично восстановить, если подержать в смеси лед-вода, ну иногда добавить туда некоторые детергенты. Опять же, это такая ведьмина кухня. Ну если все-таки нужно получить хоть какие-то срезы с блока, это может помочь. Конечно же, после такой регидратации в кавычках в холодной воде вы сможете получить 5-10 срезов хороших с блока, дальше придется опять его снимать и также регидратировать. Ну и последняя проблема, которая может быть, да, мы не должны охлаждать блок, то, что я говорил, меньше, чем плюс 4 градуса. И тогда вместо вот таких компрессированных, деформированных срезов можем получить вполне хорошие срезы, пригодные для дальнейшей работы. Какие проблемы еще мы можем исправить? Царапина. У нас могут быть царапины перпендикулярные острию нашего ножа, наш срез, и вот через него идет царапина. И параллельные нашему острию ножа. Предположим, ножик у нас срезка дрежется, вот он в этом направлении был, и здесь тоже в этом направлении. В случае вот таких вот вертикальных полос у нас есть первое подозрение, да, это то, что нож может быть с царапиной, второе, то, что в блоке может быть какое-то твердое включение, ну и третье, то, что я уже говорил, задняя кромка ножа может быть загрязнена. На самом деле третья причина наиболее частая. Как к ней избавиться, протереть аккуратненько заднюю кромку, либо использовать кусочек фильтровальной бумаги, протянуть ее через ножик, так, чтобы у вас эта бумага через ножик протягиваясь перерезалась. Делать ее нужно, конечно же, аккуратно, это весьма опасно, но такая резка позволит, в принципе, заднюю часть ножика почистить. Параллельное острию ножа полосы. Либо что-то не закреплено, и у вас в этот момент возникает вибрация при резке, либо вы, когда режете, просто останавливаетесь. В случае резки движение должно быть плавным, одним целиком, то есть вы подвели ваш нож к блоку, и дальше на одной скорости, через весь блок, его ведете, не останавливаясь, не ускоряясь, не замедляясь. Это идеальный вариант. Некоторые современные моторизованные микротомы позволяют на самом деле резать самим. Вы сдаете просто окно резки, вы сдаете скорость, с которой нужно, и дальше микротом может за вас эту работу сделать, чтобы резка была максимально качественной. еще одна проблема, чередующиеся тонкие толстые срезы, то есть вы делаете срезы, один у вас толстый, другой тонкий, толстый, тонкий, и вот такая чехарда продолжается при резке. Самая частая проблема, что-то не закреплено, и это что-то, это нож, это блок или держатель ножа или блок. Более редкий вариант возможен, что блок может чуть-чуть отклеиваться с подложки, это может быть даже не видно, царапинка будет или собственно говоря, сомнение вот этого трещинка будет очень маленькая, но блок будет как бы качаться на такой ножке. Что еще возможно? Грязь на задней поверхности ножа или блока сверху или снизу. тогда просто вот эта грязь будет отодвигать ножик или блок при движении и то же самое будет у вас получаться тонкий толстый срез. Понятно, что делать в обоих случаях, закрепить то, что нужно, проверить, есть ли у вас вот эта трещинка под блоком или он приклеен хорошо и опять же очистить заднюю поверхность ножа. Плюс такой же тонкий толстый срез может получаться, если вы дышите на блок, пытаясь улучшить качество. Как я уже говорил, это контрпродуктивно, это позволяет в принципе просто увеличить толщину одного среза. Еще одна проблема, чаще встречающаяся у нас зимой в России, когда включено центральное отопление, это срезы, намертво прилипающие к блоку. То есть, вы режете, у вас получается срез, у вас нож идет вверх, и этот срез моментально прилипает, взлетая с ножа на тот же самый блок. статика. Очень сухой воздух, использовать нужно увлажнитель. Почему? В принципе, в гистологических лабораториях, пытались мы это сделать в ресурсном центре несколько безуспешно, используются увлажнители. То есть, если у вас меньше 40% влаги, скорее всего, вы будете получать такую неприятность. Конечно, больше, скажем, 70% влаги тоже нехорошо, но вот где-то вот в этом диапазоне наиболее удобно будет резать блоки. Следующее, что может мешать, грязь на задней поверхности ножа или влага на ноже, ткани или блоки. Она будет точно так же за собой тянуть ваш срез и, собственно говоря, прилипать. Ну, и последнее, очень теплый блок, это уже летом чаще встречается. У нас, правда, редко бывает так тепло, но если парафин становится мягкий, скажем, 36 градусов, вдруг у нас в комнате оказалось, то точно так же прилипать к срезу, только что сделанный блок может и за счет вот такой неприятности. Монтирование срезов. Мы уже немножечко о нем поговорили и на фотографии с официального сайта Лейки я не примену отметить вот эти замечательные пузырьки воздуха, которые говорят о том, что вода не была должным образом проведена через процедуру обезгаживания. Как проще всего сделать? Прокопятить просто воду, прежде чем заливать в эту ванночку, либо если у вас есть вакуумное устройство для того, чтобы можно было убрать газы из жидкости, оно тоже прекрасно подойдет. В чем монтирование и исправление срезов производится? В ванночке стилированной подогретой водой чаще всего 37 градусов, ну, конечно, бывают и другие варианты, давайте мы здесь напишем 37, а в любом случае эта температура должна быть меньше, чем температура плавления воска на как минимум 5, а лучше 10 градусов. Понятно, что вода должна быть чистая, без пузырей и мусора, это все понятно, и срезы нужно класть на воду блестящей стороной, то есть той стороной, которой как раз нож этот срез и сделал, к воде одним движением, чтобы он у вас не порвался, не испортился. Попытка каким-то образом срезы расправить, удалить пузырьки или еще что-то кисточкой или пинцетом, часть всего приводит к обратному, просто получается у вас дырка в срезе, поэтому нужно делать очень аккуратно. Расправлять срезы нужно минимально необходимое время, потому что в принципе, если вы оставите их на большее время, чем нужно, они перерасправятся, плюс часть ткани может деградироваться, особенно если плохая была фиксация или заливка, ну и соответственно микроструктура будет повреждена. И то, что я говорил, вот здесь практически правильно, здесь конечно 90 градусов нету, но скажем так, градусов 80 есть по высоте, как подымается из ванночки срез. То есть здесь вот между срезом и стеклом будет очень небольшое количество воды оставаться, то есть срез будет сразу же уже без воды между ним и стеклом, что позволит дальше его очень хорошо к стеклу прикрепить. Сушка срезов. Для чего необходимо, почему ее потом кладут в термостат? Ну, во-первых, нужно удалить всю воду, которая осталась. Понятно, что вода, покрытая сверху слоем парафина, испаряется плохо, нужно время, для того, чтобы она оттуда все-таки ушла. Ну и соответственно адгезия среза к стеклу тоже занимает время и она улучшается при вот таком длительном высушивании при небольшой температуре, 30 градусов. Если есть избыточная вода, под срезом ее лучше удалять до сушки. Почему? Вы положите вашу воду в 37 градусов, растворенный в ней газ образует пузырьки, дальше вода высохнет, а пузырек у вас под вашим срезом останется. Ну и если вода, например, еще содержит какие-то минеральные включения, либо новомодные средства для лучшего прилипания срезов, то они там будут сконцентрированы, ну и соответственно качество будет не очень хорошее. Сушить можно стекла вопреки распространенному мнению, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, если вы убрали лишнюю воду. Поэтому, в принципе, можно сэкономить время, поставив их вертикально, если лишней воды нет, они уже никогда не уплывут. Температура для быстрой сушки, если вам нужно быстрые препараты приготовить, ни в коем случае не больше 55 градусов, иначе они начнут плавиться и будет плохо. И даже если вы делаете быструю сушку, то не менее 10 минут при 55 градусах, лучше 30, оно должно простоять. В идеале, если у вас есть время и вы дрожите вашими срезами, 37 градусов овернайт, через ночь. То есть, как минимум 12-24 часа они вот так могут посохнуть. Это не сильно влияет на иммуногенность ткани, это не сильно ее портит, то есть, в принципе, это очень хорошо, зато улучшает адгезию вашей ткани к стеклу. Стекла для того, чтобы адгезия была хорошая, тоже нужно подготовить. Сейчас, конечно, продаются фирменные уже мытые стекла, более того, в некоторых случаях стекла уже с специальными покрытиями, но, предположим, у вас нету такой роскоши покупать готовые стекла, тогда, прежде всего, вам нужно стекла очень хорошо промыть и обезжирить. Стандартный протокол для такой мойки и обезжиривания это мойка в соде, гидрокарбонате натрия, может быть, с кипячением в 2-3% растворе, потом отмывка стекол в чистой воде. Проточную воду рекомендовать в случае Санкт-Петербурга я не очень могу, просто потому, что в ней достаточно много органики и достаточно много солей железа, что может быть не очень хорошо, поэтому, конечно, рекомендация проточной воды это для других городов скорее. После этого ополоснуть стекла в день и зать, чтобы все, что было в проточной воде, смыть, протереть их чистым полотенцем специальным. И дальше обезжиривается смесь Никифорова. Это смесь один к одному этанола диметилового эфира. К сожалению, благодаря неразумной политике нашего государства диметиловый эфир теперь внесен в список рекурсоров. Конечно, тут есть сложности с тем, чтобы его использовать легально, но вот именно такая смесь этанола, которая теперь не так легко достать и диметилового эфира, лучше всего обезжиривает стекла и подготавливает их для работы. Понятно, что эту смесь можно использовать многократно, она правда очень летучая, то есть, нужно делать, скажем, в эксикаторе. После этой смеси, напрямую, не протирая, стекла можно просто высушить, если у вас эта смесь чистая, соответственно, сушка здесь может быть без протирки. Если смесь уже многократно использована, тогда нужно будет стекла, конечно же, протирать. И первое адгезивное покрытие, которое вы можете изготовить с минимальными финансовыми затратами, это рецепт из учебника Ромея с 1957 года использование яичного белка. Взбиваете яичный белок, отделяете пену, пене даете осесть, фильтруете ее через фильтровальную бумажку, добавляете в концентрации один к одному глицерин и можно добавить несколько кристалликов какого-нибудь вещества, которое не будет мешать вашим препаратам, но будет подавлять рост грибов и бактерий. Например, тимол очень часто используется в качестве такой добавки. Эту смесь можно при плюс 4 достаточно долго хранить. Дальше вы наносите маленькую капельку этой смеси на стекло, растираете на стекло палочкой стеклянной, либо лучше еще шпатель Дергальского взять, это из микробиологии, такой шпатель, который из стеклянной палочки сделан треугольником. У этого треугольника вот эта нижняя часть она очень плоская. За счет этого очень удобно его использовать для растирания на стеклах. И, собственно говоря, вы получаете стекла с весьма приличной адгезией, но есть проблема. В случае любых окрасок достаточно высокий фон, потому что белок это не что иное, как обычный белок, в нашем понимании, остатки на кислот в полипептидной цепи. Такой вариант в работе стекол дает большой фон при иммуногистохимической окраске. Ну, в общем, скажем так, если есть возможность использовать что-то другое и есть деньги на это, то, конечно, лучше использовать другие способы подготовки стекол. Рекомендовать я могу два способа с использованием силана, так называемое силонирование стекол и полиэлизинового покрытия. Для того, чтобы можно было силонировать стекла, вам нужно купить вот такое триаминополе 3-токсисилан вещество. Оно в виде 2-процентного раствора продается и делать нужно его в ацетоне. Соответственно, приготовить нужно будет этот раствор непосредственно империодопотреблением. Готовить этот раствор нужно обязательно в пластиковой посуде, потому что этот поле 3-токсисилан будет на стекле осаждаться. Дальше вы помещаете обезжиренные стекла в этот раствор, вы их высушиваете, промываете в чистом ацетоне, промываете в дионизате, высушиваете, эти стекла готовы для использования. В принципе, вот эту сушку можно даже из этого протокола в некоторых случаях убирать. Проблема понятна. Ацетон у нас тоже прекурсор, хотя продается практически во всех хозяйственных магазинах, что несколько странно, но есть сложности с организацией его покупки в организации. В чем хорошо с этими стеклами? Очень малый фон, у нас не к чему прицепляться антителам, не к чему прицепляться нашим красителям. Очень хорошая адгезия. В принципе, одна из теорий, почему такое полиселонирование хорошо работает, с тем, что у нас на стекле появляются OH-O-группы и появляются маленькие кристаллички стекла из силана, которые чисто механически удерживают наш срез после того, как он на наше стекло сел, за счет этих неровностей на стекле возникших, наш срез уже не так легко отклеивается. Ну, плюс наличие опять же групп, которые могут нашим срезам каким-то образом взаимодействовать. Хранить, к сожалению, долго их нельзя. Можно покупать силанированные стекла уже готовыми, но на самом деле 2-3 месяца они работают очень хорошо. Дальше, к сожалению, эффективность вот такого адгезивного свойства падает, особенно если вы работаете с какими-то сложными тканями, жировыми тканями, с мозгом тем более, или обрабатываете в ходе окраски препаратов их, например, в достаточно сильном растворе предположим щелочь. Делайте демаскирование антигенов в каком-то буфере с PH например, равном 9. И это, конечно же, может приводить к отслоению ваших препаратов со стекол. Второй вариант, который на этот раз не имеет в себе прекурсоров, к счастью, но гораздо более дорогой, и чтобы сэкономить, требует ручной обработки, потому что здесь понятно, можно стекла прямо в кассетах переносить из раствора в раствор, в случае же использования полилизинового покрытия, нам придется делать все вручную. Для этого нам понадобится раствор полилизина, который мы делаем дополнительно, разбавляем, в дистилляте один к одному. Обязательно пластиковая посуда, обязательно пластиковый пендорф, почему полилизин будет на стекло у нас, иначе прилипать, садиться, ему из раствора просто потеряем. Для лучшего смачивания стекла, для лучшего нанесения можно добавить небольшое количество, примерно 1 мкл на 1,5 мл, такого детергенда, который называется NUNIDET-P40, или еще у него название есть EGEPAL-CH630. NUNIDET- сейчас я не знаю производится еще или нет, в принципе они скажем так взаимозаменяемы. Дальше капаем небольшую капельку скажем 20 мкл на стекло, опять же удобно использовать шпатель дригальского для того, чтобы растереть эту капельку по стеклу, растирать ее нужно до полного высыхания, после этого нам нужно пришить вот этот полилизин к нашему стеклу, то есть подогреть его на температуре скажем 80 градусов на воздухе в течение ну как минимум получаса. И после этого можно остудить стекла и использовать, за счет чего в данном случае возникает эффект адгезии. У вас к стеклу прилипает полилизиновая пептида, у вас много этих лизинов, и понятно, что на лизинах, насколько вы помните, есть НЖ2 группа заряженная. Теперь, если вы сверху сюда кладете вашу ткань, то эта ткань точно так же за счет взаимодействия электростатических, например, с этими НЖ2 группами может взаимодействовать, особенно если фиксатор какой-то еще остался, пришиться, плюс понятно, что полилизин молекула все-таки не очень маленькая, и опять же механическое воздействие возможно. В чем плюсы полилизинного покрытия? Во-первых, нету вот этих наших несчастных прекурсоров, спасибо нашему правительству за это, очень хорошая адгезия срезов на стеклах, очень маленький фон, как для иммуногистохимии, иммунофлюресценции, так и для обычных многих окрасок гистологических, но опять же использовать можно все-таки не очень большое количество времени, то есть 2-3 месяца это, наверное, такой разумный подход. Еще есть несколько вариантов покрытия, которые можно рекомендовать для нескольких специальных назначений, например, для толстых срезов. Это покрытие из нитроцеллюлоза. Нитроцеллюлоза, то есть, из чего, собственно говоря, делается целоедин, в случае срезов, можно сделать ее из мембраны, мембраны, которые делаются для блотов, они как раз из нитроцеллюлоза могут быть изготовлены, нитроцеллюлоза прекрасно растворяется в ацетоне, и, сделав вот такую навеску, 40 мг мембраны цитрулозной на миллилитр ацетона, можно нанести теперь небольшое количество, там, 10-15 микролитров на стекло, и два стекла просто потереть друг об друга, или сделать вот такой мазок, как для мазка крови, по другому стеклу высушить, и у вас получится достаточно толстый слой, к сожалению, при этом будет получаться фон, в случае, если мы будем, например, с антителами работать, но очень хорошая адгезия для толстых срезов, и можно использовать вот такие стекла несколько месяцев для получения этой хорошей адгезии, ну, и иногда еще можно встретить в продаже так называемые заряженные стекла, которые Super Frost могут называться, стекла отрицательно заряжены, еще каким-то образом, что это такое? На самом деле, да, стекло у нас химически, ну, скажем так, нейтральное вещество, оно ни с чем в реакцию особо сильно, кроме плавикой кислоты, не вступает. С другой стороны, мы можем поместить их в плазму, и если в этой плазме будет у нас водород и кислород, к примеру, то у нас на поверхности стекла могут оказаться открытыми H-H-группы, на которой, чисто за счет химических взаимодействий, наш срез может очень хорошо, в некоторых случаях даже ковалентно, быть связан, что позволяет очень плотно сделать связывание нашего среза с поверхностью стекла, и в принципе, если у нас будет кислород-водородная плазма, а это есть в некоторых ресурсных центрах, которые занимаются с электронной микроскопией, это же плазма используется для очистки любых загрязнений органического происхождения, содержателей, например, сеток для микроскопов и так далее, то, поместив туда стекла, можно точно также в плазме их обработать, создать вот эти заряженные области на стекле, и после этого использовать их опять же те же самые 2-3 недели, очень интересно, когда на стеклах пишут, что они после этого могут использоваться в течение года, ну, не знаю, может быть, действительно в этом что-то есть, но 2-3 недели в моих руках, очень маленький фон для всех вариантов исследования, очень хорошая адгезия, но нужна вот такая специализированная машина, то есть, должен быть под рукой где-то ресурсный центр с электронной микроскопией хороший. Какие проблемы мы можем с вами встретить при резке наших препаратов, опять же, я приведу только несколько наиболее частых, за более подробным описанием я рекомендую обращаться, есть вот такой очень хороший онлайн небольшой учебничек, брошюрка от фирмы Leica, Centia 101 шаг к хорошей гистологии называется, и картинки я взял из нее, потому что очень хорошо иллюстрирует проблемы, которые могут возникнуть. Предположим, вот такой у нас трес получился, и есть в одном направлении более светлые полосы, здесь их очень хорошо видно. Это может быть тупой или поврежденный нож, это может быть плохая проводка, за счет которой, скажем, ткань переуплотнилась в каких-то местах, это могут быть твердые включения в ткани, либо, как ни странно, в парафине, если он плохо был отфильтрован и повторно использовался. И еще один момент, который скорее всего более вероятен именно в этом срезе, это выпавшая в осадок соль в буфере, потому что здесь очень много очень тонких вот таких линий на срезе, сам по себе срез тоже тонкий, то если вы будете прямо из фосфатного буфера переносить ваши срезы в спирты, понятно, что спирты очень хорошо забирают в воду, а фосфаты при этом будут выпадать в осадок, это будут мелкие кристаллики, которые будут сохраняться при дальнейшей проводке вашего материала, но, естественно, они будут очень сильно затруднять резку, вы получите вот такую пеструю картинку. То есть, соль из буфера, конечно, здесь тоже может присутствовать. Следующая картинка, видно, что ткань сильно повреждена, разорвана, и наиболее вероятно проблема была еще на этапе диссекции, может быть, даже гроссинга, то есть, могли пинцетом передавить ткань, что еще могло быть? Неполная фиксация, гидротация, инфильтрация, проблема на этапе проводки вашего материала. Грубое обращение при расправлении срезов, и то, что я говорил, что срезы расправлять не всегда продуктивно, чаще всего вы еще хуже только сделаете. И еще один момент, который может быть, при расправлении срезов была либо очень высокая температура воды, и ткань расползлась, либо очень долго оставили срезы в вашей водяной бане для расправления. То, что я говорил, они могут частично регидратироваться, ну и, соответственно, может произойти вот такое вот их разрушение. Есть несколько вариантов чередующихся полос, которые могут встретиться у вас на срезе. это так называемый чаттер, когда вот такие достаточно высокочастотные получаются у вас полосы, и мог быть вот такой вот вариант, который иногда называется еще венецианскими шторами на срезе. Естественно, нож стоял для этого среза в этом направлении, для этого среза в этом направлении. Ну и срез срезался как-то так и так. Что возможно? Если у вас есть вот такой чаттер, то чаще всего у вас блок просто переуплотнен каким-то образом. Либо он слишком холодный, либо вы режете на очень большой скорости, либо ножик очень круто поставлен, вместо там 1-2-3 градусов поставлен, не знаю, 10 градусов. Либо вы передержали ваш блок на этапе, скажем, проводки в парафине, в ксилоле, то есть в тех средах, в которых происходит очень хорошее избавление от молекулярной так называемой воды, которая в любом случае в каком-то количестве в вашем блоке остается. Ну и последняя редкая в данном случае причина это незакрепленные какие-то части микротома. В случае вот таких низкочастотных полос, более светлых и более темных, здесь скорее всего у вас что-то не закреплено, блок или нож. То есть это первая причина, на которую я бы посмотрел. Возможно блок отклеивается от подложки, причем как я говорил, эту царапинку может быть и не видно. Плюс возможно слишком твердый или слишком большой блок и режете вы ее на слишком быстрой скорости. Плохая проводка тоже может быть, но реже. Слишком малый угол ножа, здесь у нас был слишком большой угол ножа при таком чатере, слишком малый угол ножа и тогда нож на обратном ходе может создавать такие как раз места. То есть он может зарываться в наш блок, делать начало среза здесь толстое, дальше ему не хватает силы, чтобы блок резать, опять погружается, опять выскакивает, погружается, выскакивает. Ну и возможно что-то неисправно с микротомом, что-то не закреплено уже внутри. Опять же в случае чатера первое, чтобы я бы смотрел это угол ножа, скорость резки и переуплотнение блока. В случае венецианских штор первое, чтобы я смотрел что у вас что-то скорее всего не закреплено блок ли или соответственно ножик. Следующие проблемы, которые могут быть вот такие и вот места, где либо ткань повреждена, либо вот такой пузыречек она сморщенная, чаще всего проблемы с расправлением срезов. Либо они просто плохо расправлены, либо передержаны в воде, в которой была высокая температура, либо плохая проводка, особенно для тех мест, которые расширяются неравномерно. Глаза, ткани, какие-то, например, хрусталик тот же самый, хрящи, какие-то уплотненные структуры, если вы, скажем, коллаген зафиксировать смогли. Еще проблемы, которые могут такое вызывать. Теплый блок, тонкий срез, большой угол ножа. Ну, вот для этой картинки я бы сказал, что это расправление, скорее всего, кисточкой или каким-то инструментом задели, а здесь, скорее всего, не убрали воду из-под среза при сушке, и вот оказалось вот такое вот локальное место с плохим расправлением. Иногда, возможно, еще один вариант неприятностей. Посмотрите, вокруг каких-то структур возникает вот такое как бы гало, да, они, условно говоря, отклеиваются от окружающей ткани. И есть вот такие просветы между клетками. Чаще всего это проблемы на этапе уже может быть даже фиксации. Если, скажем, фиксировали ткань с большим постмортальным интервалом, либо при фиксации не была соблюдена осмомолярность раствора, и за счет этого опять же клетки немножечко по-разному изменили свой размер. Ну, а в случае, если на этом этапе ошибок не было, тогда это, возможно, слишком теплый блок и, собственно говоря, перерезки из-за того, что разная плосность образуется. Тем более, здесь, видите, у некоторых есть направление определенное вот таких дефектов. Возможно, тупой нож, который давит просто такое место перерезать. Возможно, слишком большой угол ножа и слишком мягкий воск, который не поддерживает вот эти структуры. Ну, опять же, я бы вначале посмотрел с проводкой. Вполне вероятно, что вот именно данный дефект, он с обоих сторон более-менее симметричный, хотя есть с одной стороны такие выступания, плюс он, на самом деле, для всей ткани повторяется. Скорее всего, здесь была проблема на еще этапе фиксации. Следующая проблема, которая есть, это вот такие места, где, видите, трещины у нас появились на нашем блоке. Здесь можно стопроцентно сказать, что просто вынимали, например, стекло, не вертикально, осталась капля воды под препаратом, и во время сушки она, ваш препарат, как раз так и повредила. Вот такие интересные включения, которые еще при этом очень хорошо в случае гемотоксина и озина и озином красятся. Есть целый набор добавок, которые можно добавлять в воду для расправления срезов, ну, наиболее частая добавка это то, что содержится в клее ПВА. Понятно, что и озин будет это вещество хорошо окрашивать, а в случае, если вы не убрали воду под срезом, то этот пузырек высыхает, будет концентрироваться и давать вот такую вот странную изонофильную структуру, очень красивую. Ну, и, соответственно, в данном случае это использование добавок, если вы их уберете, эта проблема уберется, и избыток воды для сушки. Если вы воду с препарата сможете убрать то сушки, то эта проблема тоже, скорее всего, будет решена. Частичная деградация образца вот с такими вот перенасыщенными водой клетками, да, деформированными. Много, возможно, вариантов. Во-первых, плохая фиксация, они могут до конца быть непрофоксированы, плохая пропитка, где-то остался растворитель, который парафин как раз здесь растворил и не дал возможности нормально порезать. Ну и наиболее часто слишком высокая температура воды или слишком долгое время расправления воды наиболее вероятно, так как это такая локальная рассеянность этого дефекта по ткани и есть вот такие еще маленькие места, скорее всего, просто был нагрев воды или время, в которое расправление проводилось слишком большим. Следующие проблемы, последние две, которые могут возникнуть, это вот такая потеря частей среза, когда какие-то части просто отсутствуют, здесь возможно плохое качество самого среза, возможно вода для расправления слишком холодная и, соответственно, вместо расправления эти части просто отвалились, возможно прибитное стекло без покрытия и тогда во время окраски уже произошло отлипание, вот от них кусочки даже остались от этих кусков ткани, недостаточное время сушки, то есть просто не приклеилось у вас нормально ваша ткань к стеклу, избыток воды, и слишком низкая температура сушки тоже возможно. Последнее, вот такие вот пятнышки, грязные стекла или покрытие стекол, грязная вода для расправления, пыль при сушке, ну и если вы пользовались краской для того, чтобы сохранить ориентацию при гроссинге, при вырезке, возможно, что это как раз не грязь, а вот именно это краска, которая представляет собой разметку вашего блока. Такое тоже возможно. Ну и в некоторых случаях, если это, скажем, кожа, это образцы какой-то биопсии, то точно так же могут выглядеть пигменты, которые используются при татуировках. Тоже очень интересная картинка получается. Конечно, данный список не является исчерпывающим по всем проблемам, которые мы встречаем, но тем не менее основные проблемы и, надеюсь, мы смогли рассмотреть. В виде такого дополнения к этому куску курса по работе с микротомом и работе с парафинными срезами мне бы хотелось еще буквально на 2-3 минуты остановиться на методе так называемого микромассива в ткани, который сейчас очень популярен. Конечно, появился он достаточно давно, с 1986 года первые работы были, что позволяет сделать этот метод. Представьте, что у вас задача проанализировать, например, много органов или много животных. И вы знаете, что то, что вы анализируете по всему органу расположено примерно равномерно. У вас очень мало реактивов. Что вы можете сделать? Вы можете сделать блоки. Вы можете покрасить их, скажем, гемтексин и озином, выбрать с каждого блока место наиболее репрезентативное. То есть, вот у вас есть блок с вашей тканью, у вас есть ваша ткань какая-то, которая вас интересует, и есть какое-то место, которое вы выбрали как репрезентативный для этого блока. Понятно, что красить, скажем, 100 образцов каждой иммуногистохимии в дальнейшем, иммуноинфлуэсценции, это, во-первых, расточительно будет, во-вторых, долго очень, и можно эту работу себе упростить, использовав так называемую технику микромассива. При этом вы готовите блок-акцептор, на который вы будете помещать вырезанные участочки с ваших блоков, так называемых доноров. То есть, вот у вас блок, который вы порезали, скажем, посмотрели на гемотоксильной азине, нашли место, вы берете биопсийную иголку, они вот такого вида бывают, на самом деле, можно не покупать фирменные, можно просто купить в медицинском магазине то, что называется игла биопсийная для кожи. То же самое, но сильно дешевле. Вырезаете при помощи этой биопсийной иглы из вашего блока-донора такой цилиндрик. И дальше этот цилиндрик можно поместить в одно из углублений на доноре, на блоке-акцепторе. В итоге вы сбиваете всю вашу структуру вот такими отдельными кусочками с разных блоков, которые, после того, как вы режете парафиновый блок, получаются на вашем стекле вот так хорошо упорядоченными. Естественно, вы записываете где-то положение каждого из ваших блоков и номер. Более того, сюда же можно добавить, например, и контроль. Положительный, отрицательный контроль, какие-то уже проверенные блоки, где, скажем, в вашей метке много-мало-среднее, чтобы можно было откалиброваться в каком-то ряду. Либо можно разместить повторность, чтобы быть уверенным в вашем результате. И понятно, что теперь, для того, чтобы можно было сравнить все эти, например, животные или ткани одного животного, вам достаточно окрасить тем набором антител, который вы хотели, вот одно такое стекло. Понятно, что это можно сделать вручную. Конечно, для клиник есть специальные приборы, которые позволяют вот так автоматически это делать. То есть, вы смотрите под бинокуляром, например, блок-донор, указываете просто, где сделать из него вырезку, и эта машинка автоматически такой же иголкой берет кусок блока, переносит в какое-то положение уже блока микромассива, ну и дальше вы берете следующую кассету и точно так же ставите. Для исследовательских целей это, конечно, перебор. Достаточно купить вот такую вот форму, чтобы заливать самим. Она, к сожалению, дорогая, порядка 500 долларов, но я думаю, что ее можно научиться изготавливать и самим. После этого вы можете делать ваши блоки сколько хотите, ну а для того, чтобы вырезать и вставлять такие части, достаточно просто купить биопсийные иголки, соответствующего диаметра. Это все, что я хотел рассказать про микротомию парафиновых блоков и работу с парафиновыми блоками. Следующая лекция у нас будет по криомикротомированию, по использованию криостатирующего микротома и дальше еще будет коротенькая лекция по вибротомии. Ну а эта лекция у нас закончена. Прощаюсь с вами до следующей лекции.